Приветствую вас! Я предлагаю вам такой взгляд на вашу проблему. Ну, начать мне бы хотелось, наверное, с того, что определить. Вот вы пишете, что, значит, отпустить человека, как не можете отпустить человека, которого любите, но он не любит вас. Уже два с половиной года прошло, и вы не можете ответить на чувство другого. Правильно ли я вас понимаю, что когда-то, когда вы были вместе с мужчиной, вы с ним были парой, вы проводили с ним время, вы, в общем, встречались, и потом у вас произошло расставание. Вот для начала хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос о том, на основании чего, на какой почве, на основе каких конфликтов вы расстались. Вообще говоря, это очень-очень важно. То есть, откуда у вас информация о том, что мужчина вас не любит? Это первое. Второе. Как я понял, вы, ну, как-то вот его приходечку постепенно забываете, и постепенно и приходечку забывая его, то вы, как бы, вроде бы, как, настраиваетесь на новую жизнь, вроде бы, как вы, ну, вроде бы, как у вас все налаживается, а потом, 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 вы видите его, и у вас все идет, как бы, ну, по-новому, накатываясь. Соответственно, возникает вопрос к вам. А что же такого, что же такого ценного представляет для вас мужчина, что вы не можете без него даже жить? То есть, он вам получается настолько важен, что вы прямо вот без него не можете. То есть, с чем-то вот эта вот важность мужчины у вас связана. И поскольку истинная любовь, любовь настоящая, истинная, давайте говорить не будем, скажем просто, настоящая любовь, это та, которая, безусловно, и неважно, где и с кем человек, которого мы любим, главное, что мы его любим, и хотим сделать счастливым. Но вы, очевидно, не просто хотите сделать этого человека счастливым. Вы хотите, чтобы этот человек был с вами. Соответственно, возникает вопрос, для чего? Для чего вам этот человек нужен именно рядом с вами? Для чего он вам нужен? Какие желания этот человек призван вам удовлетворить? И вот именно об этом и нужно с вами разговаривать. Что вы потеряли с уходом из вашей жизни этого человека? И что вы пытаетесь компенсировать за счет него, себе, такого, чего не хватает именно вам? Ведь это на самом деле очень-очень важно. Что вы пытаетесь компенсировать для себя? Вот, пожалуй, на этот момент, на данный момент, это является для вас самым актуальным. Выявить, вычленить ваши желания и потребности, которые у вас есть, и подумать, как их правильно удовлетворить. Ну, здесь, пожалуй, происходит что? Здесь, пожалуй, происходит раскрытие того самого, что сказал вам первый эксперт, когда написано, что вашему разуму нужно учиться договариваться с вашим сердцем. Это вот совершенно, как-таки, правильная позиция. То есть у вас есть желание, и если говорить в буквальном смысле этого слова, именно в буквальном, в прямом смысле этого слова, то, чтобы избавиться от зависимости, нужно свои желания подавить. Но, простите, подавлять свои желания, значит, перестать быть собой. Мы же этого для вас не хотим. Это было бы неправильно, переставать быть собой. Значит, нужно не перестать быть собой, а нужно всего лишь правильно удовлетворять ваши желания, правильно удовлетворять ваши потребности, и тогда зависимость исчезнет. Но пока что, пока что, вы свои желания по-другому удовлетворять не умеете. И из-за этого, из-за того, что вы не умеете по-другому удовлетворять свои желания, молодой человек для чего-то вам нужен. Что-то вы пытаетесь в сфере него для себя получить. Вот пока это будет происходить, ничего хорошего из вашего стремления избавиться от зависимости и от мыслей о молодом человеке не будет. Далее. Следующий важный момент. То, что он вам звонит, и то, что вы его видите. Вообще говоря, по возможности следует этот момент исключить. То есть, не нужно принимать ворогов от него, лучше занести в черный список. И нужно постараться, чтобы вы его как можно меньше видели. То есть, вести к минимуму, вообще-то говоря, все возможные, ну, все вероятные, точнее, развития событий, при которых вы друг друга можете увидеть. И рекомендую вам побольше уставать, рекомендую вам получать побольше новых впечатлений и, собственно, проводить больше времени в мужском обществе, чтобы эти люди показали вам то такое, по-настоящему, мужское отношение к женщине. Из вашего сообщения я понял, что вы вроде бы это делали, но, тем не менее, я думаю, что вам это сделать все же нужно. Хотя, без проработки вот этих вот глубинных аспектов, без проработки, ну, того, что вы хотите, без, по сути дела, преобразования влечений, то есть, неотознанных желаний, собственно, желания, вам обойтись нельзя. Если этого не сделать, то все внешние проявления будут, ну, знаете, помогать вам весьма и весьма поверхностно. Я думаю, именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого-самого доброго и удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!